Всем привет! Очень много поступает ко мне вопросов по поводу, как начать работать на себя. Пишут люди, хочу купить себе бус и начать работать на себя. Что бы я посоветовал? Во-первых, такой подход и такая формулировка вопроса, она аналогична тому, как человек говорит, я хочу начать работать хирургом, вот куплю себе белый халат и скальпель. То есть приблизительно то же самое. Покупка буса в этом всем процессе занимает самую легкую, нетрудоемкую часть. А вот все остальное, если вы не знаете и, в общем-то, обращаетесь за информацией к блогеру, то это звоночек для вас. Подход к делу, конечно, не очень здравый и грамотный. Но, в свою очередь, я, поскольку в этой теме и уже имел опыт, как позитивный, так и негативный в организации подобного бизнеса, то я могу быть вам полезен. Что нужно, чтобы начать зарабатывать международными перевозками по Евросоюзу на бусе до 3,5 тонн? Кроме того, чтобы у вас был свой бус, вам надо очень много документов и разрешений. Без лицензии вы работать не сможете. Лицензия стоит 5 тысяч злотых. Плюс за каждую машину это 440 злотых. Ориентируйтесь, грубо говоря, 100 евро. Кому удобно в евро ориентироваться. И 5 тысяч злотых это, грубо говоря, чуть больше, чем 1000 евро. 1200 евро вам надо только для того, чтобы получить лицензию, если у вас есть один бус. Чтобы получить лицензию, вам нужны определенные еще разрешения получить внутри польские. У вас должен быть в штате человек, который официально является управляющим транспортом. Этот человек получает сертификат, сдает экзамен в главном управлении транспортом. Эти экзамены сдать нелегко. 99% сдающих с первого раза не сдают. Это тоже затраты на и время, и затраты. То есть, если это вы лично, вы хотите быть этим официальным управляющим транспортом, это дело классное, очень серьезная бумага. Вы можете обучиться, сдать экзамен, получить, и тогда вы сами являетесь управляющим транспортом. Если же у вас нет возможности, нет желания самому обучаться, вам нужно взять на работу этого человека и платить ему зарплату. Если вы будете сами искать себе грузы, чтобы зарегистрироваться на трансе, вам нужно будет предоставить контакты трех фирм польских, которые вас смогут порекомендовать, отзывы о вас оставить. Первое время у вас будут небольшие сложности с поиском грузов, потому что у вас не будет на трансе рейтинга. После того, как вы выполните несколько перевозок, и каждая из этих фирм, которая с вами сотрудничала, поставит вам оценку, наберется 10 оценок, тогда у вас в вашем профиле появится этот рейтинг, и это улучшит вашу работу на трансе, вам будет легче брать заказы. Транс это тоже платная платформа, там в районе 100 евро в месяц платится. Оформление страховок, страховки не дешевые, страховка у вас идет как на бус, так и на груз. Когда вы вникнете в эти все моменты, то там вылезет куча оформительных всяких проволочек. По-крупному это все, по мелочам что-то я пропустил, то оно не такое значительное, насколько вы разбираетесь в самой технике, насколько вы можете сами это все отрегулировать, отремонтировать. Все это серьезно влияет на качество вашего бизнеса. Вот это информация общего характера, чтобы вы понимали, что вам предстоит сделать, если вы хотите работать сами на себя. Интернет открыт, доступ ко всем документам есть, изучайте, читайте, думайте, считайте, действуйте. Это главный момент, потом действуйте. Все, что касается работы на бусе, на себя, в этом видео я вам рассказал. Что-то и вы не поняли, задавайте вопросы в комментариях, пишите, буду отвечать, буду дополнять информацию. Ну и как всегда, оставь лайк, подпишись и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»